Итак, сегодня мы с вами рассмотрим долговременную укладку бренда Туя и, собственно, помимо теории мы это сделаем на модели. Так вот, в чем смысл заключается процедура, показания для кого показана эта процедура. Если у вас, у клиента непослушный, вьющийся или вниз растущий волос, для того, чтобы задать ему другое новое направление, собственно, и существует эта услуга. Сегодня мы с вами, собственно, уже и начнем, да, сразу с показа. Первое, что мы делаем, это очищаем кожу. И здесь принципиально важно, помимо того, чтобы мы удалили косметику с лица, обезжирить кожу с помощью без спиртового антисептика. То есть из существующих я могу вам самый популярный называть это Тифлекса. Собственно, просто вы можете смотреть на состав. Главное, чтобы там не было спирта, иначе реакция нужная у компонентов у нас не произойдет. Для начала мы снимаем косметику с помощью мицеллярной воды или очищающего лосьона. У нас это бренд Лайкон. Протираю в оба направления, по росту и против роста, для того, чтобы удалить все загрязнения. Какие есть противопоказания для процедуры? Естественно, это кормление и беременность, а также наличие в рабочей области каких-то открытых ранок, прыщиков, которые именно находятся в состоянии воспаленном таком. Иначе у нас может произойти мощная аллергическая реакция, чего бы нам, естественно, не хотелось. Для того, чтобы себя обезопасить, есть смысл перед началом процедуры клиента ознакомить со всеми возможными противопоказаниями, а также подписать добровольное согласие на оказание процедуры. Какие еще могут быть противопоказания? Это у нас также может быть какие-то заболевания, которые сопровождаются приемом антибиотиков. Сюда мы это тоже относим. У нас Аленушка ничего в данный момент подобного не принимает. Поэтому мы начнем. Следующий этап у нас это нанесение антисептика на кожу. Хорошенько прорабатываем всю область брови. И сейчас мы будем наносить первый состав. Первый состав у нас открывает кутикулу, создает такой эффект. Кутикула у нас открывается, волос слегка становится светлее. И мы с помощью первого состава немножко как бы задаем направление. Перманентный гель мы наносим примерно на 8-12 минут в зависимости от толщины волоса. Чем более толстый волос, тем больше период мы времени выдерживаем. В среднем это не больше 10 минут. Если у вас тонкий волосок, то достаточно и 8 минут. В процессе, когда у нас будет работать первый состав, мы обязательно будем наносить его под пленку. И каждые 2 минуты пленку отодвигать. И прочесывать волосок наверх с помощью щеточки. Итак, начнем с нанесения первого состава. Это у нас перманентный гель. В среднем мы примерно на бровь на каждую наносим 1,5-2 см. В зависимости от того, какая у нас с вами бровь. Желательно на каждую бровь заводить отдельную пищевую пленку, для того, чтобы вы пока прочесываете одну бровь, вторая была закрыта. Вот сейчас мы прочесываем состав. Нам нужно, чтобы каждый волосок был пропитан этим составом. И после того, как мы пленку первый раз будем приподнимать и прочесывать, мы увидим, что у нас волос становится более податливый, более послушный. Все, на первую бровь я нанесла. Сейчас мы включаем таймер. Я накрываю плотно пленочкой. И здесь мы контролируем, чтобы у нас не было доступа воздуха под пленкой, для того, чтобы реакция у нас именно шла. И выдерживаем максимально 10 минут. Здесь главное не передержать состав, для того, чтобы бровь не пересушить. Итак, у нас засекли 2 минуты. И через 2 минуты мы будем отодвигать пленку и прочесывать волоски. Не рекомендуется после долговременной укладки в течение месяца окрашивать брови хной. А также вы должны объяснить клиенту, что долговременная укладка – это не процедура, которая бетонирует волосок в нужном нам направлении. После долговременной укладки нужен уход. Уход за бровью, нанесение масел для того, чтобы питать волосок. А также предупредить клиента, что в течение первых суток нельзя бровь мочить, нельзя ходить в спортзал, потому что потоотделение тоже может сказаться негативно на эффекте от процедуры. А также нельзя загорать, то есть бани, сауны, солярии – все мы это исключаем. После того, как мы клиента отпускаем, мы рекомендуем наносить или уходовые масла, или ежедневно прочесывать, естественно, прочесывать брови щеточкой, или укладывать с помощью геля. Это обязательно. Чтобы у вас не было ожидания у клиента, что он сделал долговременную укладку, и больше ему с бровью ничего не придется делать. Просто брови будут более податливыми. Засекли 2 минуты. Не прошло у нас еще время? Через 10 секунд мы будем приподнимать пленку. Еще очень важный момент, что нельзя смешивать щеточки между первым и вторым составом. То есть для каждого состава мы берем новую щетку и прочесываем бровь. Соответственно, пленочку тоже берем новую, для того, чтобы составы не смешивались. Первый состав у нас 2 минуты прошло. Все, мы отодвигаем пленочку и прочесываем бровь. Вот сейчас уже даже можно наблюдать, что бровь уже гораздо легче принимает нужное мне направление. То есть она становится более дисциплинированной. Все, накрываем пленку. Важно накрывать прозрачной пленкой, для того, чтобы вы видели изменения, которые у нас происходят. Во время действия первого состава у нас бровь слегка осветляется. Иногда для некоторых девочек это прям прекрасно, если у них бровь перетемнена. Отодвигаю на второй брови. Вообще технологи бренда советуют окрашивать бровь через 3-4 дня после проведения процедуры. Но просто в рамках салонов это не всегда возможно. И клиент хочет уйти с именно четкой нижней границей. Возможно, у него нет времени повторно прийти на окрашивание через 3-4 дня. Поэтому мы, скажем так, идем на поводу и прокрашиваем бровь. Единственное, что в окрашивании можно пытаться добиться эффекта очерченной нижней линии без четкой верхней линии. Потому что укладка у нас создает эффект такой саболиных бровей. И если у нас мы зададим четкую верхнюю линию, уже этот эффект уйдет. Иногда, если вы видите, что под пленкой волоски сдвинулись, вы можете прям поверх пленочки, щеточкой пройтись и задать им направление. Контролируйте, чтобы у вас кислород туда не поступал. Еще такой нюанс. Во время окрашивания брови в процессе проведения процедуры долговременной укладки, мы время экспозиции, время выдержки любого красителя уменьшаем вдвое. И желательно выбирать те красители, у которых оксид с минимальным процентом. Я в основном выбираю левисим с окислителем 1,8 или туя. Но туя менее насыщенный оттенок нам дает. Что у нас там со временем? Прочесываем второй раз. Вот сейчас можно наблюдать, что у нас волоски очень хорошо принимают нужное нам направление. Процедуру коррекции брови желательно проводить, не желательно, а прям рекомендовано после. После, чтобы у вас химический состав никак не разъел кожу. Еще один момент такой, что во время действия первого состава у нас возможно легкое покраснение кожи и легкое пощипывание, если у вас у клиента чувствительная кожа. Не пугайтесь, это ничего страшного, если пощипывание легкое в пределах таких разумных. Если уже очень щипает и пошел какой-то отек, естественно мы состав этот удаляем с кожи. Первый состав мы всегда удаляем сухим ватным диском. Вот сейчас можно, если на камере будет видно, заметить, что волоски становятся более светлыми. Я не люблю перетемненную бровь, мне нравится более светлая бровь, нежели чем волосы у нас на голове. Я вообще не очень люблю окрашивать бровь во время процедуры долговременной укладки, но клиенты любят. Прокрасить бровь. Хной, повторюсь, ни в коем случае не окрашиваем. Хной мы можем покрасить волосы спустя 3-4 недели. Саму процедуру долговременной укладки мы проводим не чаще, чем раз в полтора-два месяца. Лучше, чтобы между процедурами у вас проходило именно 2 месяца, чтобы у вас бровь полностью сменилась. Прошло у нас снова 2 минуты. В общей сложности, напоминаем, мы выдерживаем 10 минут. Если у вас очень тонкая бровь, вы можете выдерживать и 8 минут. Но я считаю, что нет смысла в процедуре долговременной укладки, если у человека очень тонкие волоски. В таком случае лучше выбрать как альтернативу ламинирование бровей. Оно дает не такой жесткий эффект зачесанного результата, но меньше повреждает волоски. Как ни крути, процедура все же содержит химические элементы, и волосок у нас становится немножко более сухим. Вот уже прям видно, что бровь у нас принимает волосочки нужное направление. Не нужно прям под 90 градусов их прочесывать, если не было такого запроса от клиента. Все-таки в жизни, в обычной, так в основном не ходят. Это более такой эффект для моделей. Поэтому более клиентский вариант, если мы будем зачесывать волоски под углом 45 градусов. Почему нельзя процедуру долговременной укладки делать беременным и кормящим женщинам? Не из-за того, что это как-то может повлиять на плод. Это, скорее всего, связано с тем, что нарушение гормонального фона, не нарушение, а измененный гормональный фон, может влиять на то, как на результат от процедуры. Скорее всего, он может в лучшем случае просто не взяться, и его не будет. Из разряда будет ожидание реальность. Две минуты прошло, да, у нас? Прочесываем последний раз. Задаем направление. Бывает, что точечно у вас какой-то волосок не укладывается, вы можете прям пальчиком взять и его подлепить. И с помощью щеточки снова придать ему направление. Еще помимо ламинирования бровей, да, существует процедура протеинового восстановления бровей. Ее можно делать клиентам, которые с очень негустой бровью и с очень тонкими волосками. Она тоже дает легкий эффект такой, зачесанных волосков. Но она еще и восстанавливает поврежденный волос. Допустим, протеиновое восстановление бровей рекомендовано тем, кто, например, пострадал от неправильного проведения процедуры долговременной укладки, да, если мастер до этого выдерживал слишком долго, бровь пересушил. Рекомендовано тем, кто отращивает бровь и тем, кто хочет слегка добавить соболей себе на брови. Десять минут прошло. Я снимаю пленку с первой брови и вместе с щеточкой выкидываю, это у нас все одноразовое, да, и удаляю первый состав с помощью сухого ватного диска. Именно сухого ни в коем случае не удаляйте состав с помощью воды, иначе у вас в раскрытую кутикулу попадет вода, и следующий, второй состав просто не подействует. Тщательно очень снимаем первый состав. И вот теперь мы, когда будем наносить второй состав, он уже у нас будет закреплять кератин, да, и создавать, фиксировать направление. Когда вот у вас проходит такой эффект липкости на бровке, вы можете быть уверены, что вы уже точно удалили первый состав. Беру новый ватный диск, удаляю пленку. Второй состав мы наносим в таком же количестве, в каком наносили первый состав, то есть полтора-два сантиметра. Контролируйте, чтобы у вас каждый волосок был пропитан этим составом, то есть он вам, собственно, и задает такое направление, и создает эффект пушистой бровки. Вот прям уже видно, да, что у нас бровки стали такими пушистыми, пышными. Сразу же перед нанесением состава готовим пленку новую, чистую. Берем новую щеточку. Кто-то наносит с помощью микробраша, и мне удобнее прочесывать щеточкой. Наносим ровно столько же, сколько и первого состава, да, полтора-два сантиметра в зависимости от толщины брови. И накрываем пленкой кратно тому времени, сколько вы выдерживали первый состав. То есть мы выдерживали 10 минут, соответственно, на 10 минут я буду наносить второй состав. Мы накрываем бровь пленочкой и оставляем на 10 минут и не трогаем. Больше мы бровь не прочесываем. В этом плане иногда удобнее использовать такие силиконовые щетки, потому что они меньше в себя впитывают состав. Если посмотреть, вот видите, состав остается между щетинок щеточки. А мне надо, чтобы он у меня весь был на брови. Вы должны прочесать бровь и уложить ровно, постараться за одну минуту. И максимально быстро накрыть пленкой. Вот здесь, где у нас идет излом, да, от лобной части в височную, здесь мы уже прочесываем под углом 45 градусов, чтобы бровь смотрелась максимально естественно. Если у вас запрос у клиента максимально вертикально поставить волоски, то можете сделать их вертикально. Проверяем, чтобы у нас не было пузырьков воздуха в пленке. Можете прочесать прямо щеточкой и пузырьки выгнать. Во время действия первого состава вы можете увидеть, что состав меняется по цвету, он становится таким розовеньким. Все, первый состав, второй состав у нас нанесен. И наносим второй состав. Еще поджимайте тюбик, для того, чтобы у вас кислород там не оставался и просто не портился сам состав. Если у нас он видоизменился по цвету, скорее всего он уже испортился, и им пользоваться невозможно. Будет он действовать. Я обычно клиентам говорю, если они спрашивают, почему нельзя смывать, я говорю, просто бровь отпадет. Ну, на самом деле это не шутка. Если волосок не напитается органовым маслом, которое содержится в третьем составе, волосок станет хрупким. И накрываем вторую бровь пленочкой. И оставляем на 10 минут. Накрыли. И зафиксировали. Вот мне сейчас эффект уже нравится. Я бы по-хорошему бровь не окрашивала. Но клиент, скорее всего, вас попросит бровь окрасить. Сегодня мы будем использовать для окрашивания краску левисим. Всегда выбираем самые светлые оттенки, которые есть в линейке. Я буду брать оттенок 7-7. И смешивать где-то один к одному. Ну, иногда можете добавить оксида в полтора раза больше, для того, чтобы ускорить реакцию и придать брови более холодный оттенок. Но имейте в виду, что у нас на открытой кутикуле краситель и так возьмется чуть более холодным цветом. Сейчас я просто проверяю, чтобы у меня точно не было здесь доступа воздуха. Поэтому главное бровь не перетемнить. Сокращаем время экспозиции в два раза. Левисим я где-то в среднем держу 3,5-5 минут на каждой брови. Бренд Туя, краситель Туя. Я выбираю Light Brown. Иногда могу подмешать немножко Ash Brown, молочный шоколад в соотношении 50 на 50. И выдерживаю на брови максимум 15 минут. Итак, у нас истекло 10 минут. Мы снимаем пленку и удаляем второй состав. Нейтрализующий крем с помощью мицеллярной воды или непроточной воды. Не из-под крана. У меня это салфетки, пропитанные мицеллярной водой. И я убираю, удаляю второй состав. Именно по направлению, которое мы с вами задали бровки. Очень важно перед тем, как мы сейчас приступим к покрашиванию, бровку хорошенько просушить. Иногда прям хочется создать фен для бровей. Если бровь очень густая, она подсыхает чуть дольше. Неоднократно прохожусь и удаляю, для того, чтобы у меня точно все удалилось. С помощью щёточки можно чуть прочесать волоски и подсушить бровь. Удаляем пленочку. Ну вот если видно, то она у нас стала чуть светлее, если вы запомнили, какая она была до. Вот мне такой эффект нравится. Я бы сейчас уже нанесла третий состав регенерирующий крем с органовым маслом и человека отпустила. Если у вас клиент не хочет украшивать бровь, вы можете сразу после того, как бровь подсохнет, нанести третий состав и отпустить. Естественно, предварительно обязательно проговорить все нюансы. Об уходе первых 24 часов. Сейчас просушим волосочки все. Во время долговременной укладки я люблю нижнюю границу выстраивать пастой. Вообще пастой в принципе редко работаю. В основном я ее только показываю на обучениях. Но с долговременной укладкой это очень удобно. С ее помощью выстраивать форму. Оставляем бровь сохнуть. Я возьму пасту для бровей. Набираю ее на перчатку и с ее помощью буду простраивать форму. Все, теперь мы простраиваем с вами нижнюю линию с помощью пасты. Желательно, конечно, простраивать бровь через зеркало, проверяя симметрию. У меня выкрашивание именно во время долговременной укладки устраивает прокрашивание в основном именно нижней линии. Верхнюю четкую линию я не люблю. Итак, теперь я буду брать краску в оттенке левисим, в оттенке 7-7. И разводить с родным оксидом левисим в соотношении 1 к 1. Можно иногда добавить чуть больше оксида. Я выдавливаю примерно сантиметр красителя и добавляю кремовый оксид левисим и тщательно размешать. Здесь главное очень тщательно размешать краску, максимально насытить кислородом, чтобы процесс у вас запустился. Либо можете тщательно замешивать с помощью кисти. Я сразу же себе всегда перед нанесением краски готовлю ватный диск, на который наношу ремувер. Ремувер, с помощью которого убирают с кожи, удаляют излишки краски. Для чего? Для того, чтобы максимально плотно и ровно прокрасить нашу линию. Если вдруг вышел за контур, просто с помощью кисти с ремувером это поправить. Итак, мне сейчас нужно максимально плотно нанести краситель именно вдоль нашей нижней границы. Укладываем краску максимально плотно, пробиваемся ею в кожу, чтобы у вас краска лежала прямо поверх, с такой горочкой. Наносим. Если вдруг вышли за границу, вычищаем ее с помощью ремувера. Самая плотная по толщине у нас снизу краска лежит. Итак, сейчас мы уже сразу же, как и замешали, у нас пошло время. Здесь мы будем выдерживать где-то 3,5-5 минут. У нас надо засечь таймер. Первую бровку мы уже поехали окрашивать. Максимально плотненько. Наносим краску. Вот здесь у нас немножко в начале головки брови рост волос менее густой. И за счет более плотного окрашивания мы будем создавать эффект густоты. И ближе к началу головки брови я краску наношу такими более вертикальными движениями, чтобы создать более легкий такой эффект в окрашивании. Чтобы не было четкой слишком границы. Чтобы воздушность эта не потерялась и никуда не ушла. Прямо такие, как будто волосочки прорисовываем. По нижней границе чуть плотнее краску укладываем. Все, вот с поверхней линии как бы растушевываем. Чтобы не было сверх четкости. Не забывайте контролировать время. Иногда, когда у человека игривая такая бровь, нужно попросить расслабить бровь для того, чтобы симметрично все нанести. И где-то через 2,5 минуты, после того, как мы нанесли головку, мы можем уже начало снимать. Именно в начале, да, головки брови. Вот чуть подальше можно поплавать слегка. Вот, да. Здесь у нас и толщина меняется, и более растушеванно выглядит окрашивание. 3,5. Вот сейчас через минутку мы будем удалять краску с головки брови. И еще засеки, пожалуйста, вот эту бровь сейчас. Плотненько укладываем цвет, краску. От плотности нанесения, да, зависит плотность окрашивания. Здесь хочу еще подвучистить линию. Вот здесь, я смотрю, у меня уже схватывается краска. Сейчас я буду ее смывать. Проверяем, насколько плотно у нас окрасилась головка с помощью сухой ватной палочки или ватного диска. И для того, чтобы остановить реакцию, если у вас все прокрасилось, и вам этого окрашивания достаточно, уже можем с помощью мицеллярной воды остановить реакцию. То есть наносим на ватный диск мицеллярную воду и удаляем краску. Не забывайте, что у вас на открытую кутикулу, на открытые чешуйки волос как краситель ляжет гораздо более темным оттенком, чем в обычное время. Ага, расслабляем бровь. Если немножко зашли за границу, я беру чистую кисть, смачиваю ее в ремувере и дорабатываю границу, удаляя излишки краски, вышедшие за контур. Так, беру сухую ватную палочку и отодвигаю краску сначала головки брови. Да, такого эффекта мне вполне достаточно. Поэтому я беру салфетку, пропитанную мицеллярной водой, и удаляю краску головки брови. Мне удобнее работать с салфетками с мицеллярной водой, нежели мочить мицеллярной водой ватные диски или палочки. Здесь уже смотрите, кому как удобно. Удаляю краску чуть в диагональ, да, как бы. Здесь можете немножко протушевать. Все, да, наношу краситель. На вторую бровь. Не забывайте засекать время, да, здесь это крайне важно. Сейчас мы как раз будем оттушевывать. Здесь добавлю плотности по нижней линии. Заступили за пасту, взяли кисть с ремовером и удалили быстренько. Здесь вот на этой кисти от ШИК у меня ремовер нанесен. Удаляю краситель со всей брови. Пять минут у меня уже прошло. Положила и плотно провела. Вы можете увидеть, да, что Леви Сим 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 в Сим в обычной жизни, который гораздо более светлее выглядит, сейчас выглядит более темным оттенком. Особенно на блондинках. Здесь его главное не передержать, если у вас клиентки со светлыми волосами. Угу, удалила. Так, сейчас нам нужен будет воск. Здесь, конечно, все зависит от чувства вкуса у вашего клиента, да. Но я люблю, когда нет четкого начала. И пытаюсь отговорить, если меня просят сделать более четкий контур. Еще, естественно, нет смысла делать долговременную укладку, если у вас, у клиента, головка подстрижена. У вас не будет именно вот этого эффекта воздушности. Сейчас мы, когда краску сняли, нам бровь нужно просушить. Все, проверяю сухой ватной палочкой. Мне этого достаточно. Удаляю в диагональ. И прохожусь уже сверху мицеллярной водой. Пытаюсь удалять в том же направлении, в котором мы задавали направление волосочку. С помощью долговременной укладки, да, с помощью двух первых составов. Вот у нас такая легкая воздушная бровь в начале. Прекрасно. Итак, сейчас мы можем сделать коррекцию с помощью воска. Мы работаем на воске Лайка. Это австралийский бренд. Состоит из нескольких составов. Первый – это очищающий лосьон, который мы наносили предварительно, когда очищали бровь перед тем, как нанести антисептик. И теперь я пройдусь подготавливающим маслом, которое защищает нашу кожу. Чем прекрасен этот воск? То, что он, во-первых, создан именно для работы в зоне на нашем лице. Во-вторых, этот воск плавится при низкой температуре, и им нельзя обжечь человека. То есть никакие ожоги нам не страшны. Единственное, что учитывайте, да, даже в работе с воском иногда приходится дорабатывать нижнюю линию с помощью пинцета. Наношу воск. Очистим переносицу. Глазки вниз. Наносим воск. Прошу модель смотреть вниз, потому что, если у вас у человека длинные ресницы или наращенные, чтобы вы не попали в них воском. Здесь вот еще почищу. На одно и то же место воск лайком. Здесь у меня масло еще есть. Можно наносить до 6-8 раз. Дернули. Так, я сейчас удалю краску на второй брови и продолжим удалять лишние волоски. Сейчас нам нужно эту бровку тоже просушить. Именно в тот момент, когда у вас бровь только вы окрасили, лучше всего ее сфотографировать. Почему? Потому что после нанесения третьего состава у нас будут создаваться блики. То, что он с органовым маслом. Здесь вот я доработаю. Если у вас вдруг воск остался на вашем пинцете внутри рабочего полотна, точно так же его можно убрать с помощью состава, который удаляет воск. Такое часто случается. На пушковом волоске иногда. Сейчас мы нанесем подготовительное масло сюда. Нижнюю линию доведем до совершенства. Именно коррекцию важно выполнять после второго этапа и после третьего, если вы окрашиваете бровь. Ни в коем случае не перед процедурой. А так же нельзя долговременную укладку делать, если у вас ранее, чем за сутки, был какой-то пилинг или скрабирование плотное. И не рекомендуется на осветленную бровь делать, потому что долговременная укладка от Туэ и так осветляет волосок. То есть после 3-4 недель можете волосок осветлить, если в этом есть необходимость. Но лучше за месяц, 3-4 недели не осветлять. Так, мы убедились, что у нас бровка подсохла. Так, нам надо показать, вот какая она у нас получилась первоначально. У нас был кадр спереди, какие они были. Вот видите, появилась дисциплина волоса. У нас есть направление, в котором мы еще здесь не нанесли третий регенерирующий состав, состав с аргановым маслом. Вот у нас какая пышная, красивая бровь. Видно в сторону? Хорошо. Теперь берем третий состав, состав с аргановым маслом. И это будет заключительным этапом нашей процедуры. Примерно вот такое количество наношу на перчатку. Беру чистую кисть. Примерно такое количество наношу на бровь. Теперь нам нужно ее тщательно прочесать. Чтобы каждый волосок у нас был в этой защитной пленочке. Неоднократно проговаривайте, что умываться, мочить в течение первых суток нельзя. Большинство замечает, что после нанесения третьего состава бровь как будто бы темнеет. Это из-за того, что там содержится масло. Зачесывайте в том направлении, в котором клиенту будет комфортно появиться влюде. Лучше, конечно, проводить эту процедуру в вечернее время, когда вам уже никуда не нужно идти, бежать. Излишки вокруг брови можно удалить. Прочесали тщательно. Хочу тоже посмотреть. Мне нравится. На область, где мы работали с воском, я еще нанесу гель с алоэ вера. Для того, чтобы кожу успокоить, снять покраснение. Вы можете человеку дать с собой щеточку, масло. Вот так вот, может быть, еще прочесать, чтобы эффект был виден более заметно. Вот он. Прям укладываются у нас волосочки. Тебе видно? Теперь мы можем считать процедуру долговременной укладки завершенной и отпускать нашу модель. Итак, сегодня мы с вами провели процедуру долговременной укладки бровей, которая состоит из четырех этапов. Первое, что мы делаем, это мы очищаем кожу от загрязнений. Затем прорабатываем кожу с помощью беспиртового антисептика. Затем мы наносим первый состав, в зависимости от толщины волоска. Выдерживаем на брови в среднем 8-12 минут. Но чаще всего я выдерживаю 10 минут. Наносим 1,5-2 см. Наносим под пленку. И каждые 2 минуты пленку отодвигаем и прочесываем с помощью щеточки волоски наверх. По истечению указанного времени мы удаляем первый состав с помощью сухих ватных дисков. Затем наносим второй состав, нейтрализующий крем, который у нас уже, собственно, запечатывает нашу кутикулу. И наносим вот так же под пленку, кратно тому времени, которое мы выдерживали первый состав. То есть тоже в среднем 8-12 минут. По истечению 10 минут мы второй состав, нейтрализующий крем, удалили с помощью непроточной воды или мицеллярной воды. Бровь просушили и уже приступили к третьему этапу окрашиванию бровей. Мы выбираем всегда максимально самый светлый оттенок. И уменьшаем время экспозиции, время выдержки ровно вдвое. Для того, чтобы бровь нам не перетемнить. И заключительным этапом у нас уже является нанесение регенерирующего крема с органовым маслом. Собственно, вот и все этапы проведения процедуры. Обязательно напоминайте клиентам о том, что за бровью нужно ухаживать. Ни в коем случае в первые сутки не мочить, не заниматься в спортзале и не загорать. Не посещать бани, сауны и солярии. Можете подарить клиенту гель для укладки бровей, который содержит в себе какие-то питательные компоненты полезные. Вот. Всем красивых бровей. С вами была Эльвира Галиулина. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»